Эта картина исключитель известного автора, но он известен не как художник, он известен как гениальный поэт и музыкант. Это Леонард Хоин. Леонард Хоин и его графика идут вот так вот. Вот, он исключитель Леонарда Хоина. Принемент большой. Значит, тут имеются два объекта. Это мексиканское народное искусство, ну, то есть такое псевнонародное, все тоже делают профессиональные художники, но по мотивам всяких мексиканских этих этнических промыслов. В Мексике, как вы знаете, отмечается День всех мертвецов. Это там большой праздник, то есть они очень любят все их делают. Да, то есть, что им свое время имя тоже очень понравилось. Ну, вот как раз столовая Мария. Да, представитель этой столовой. Хаустон Лью, он из Мекфиса. И это художник, который тоже работает с очень необычной техникой. То есть, это реальный кирпич. Это настоящий кирпич, этот самый Хаустон Лью. Он эти кирпичи не только разрисовывает, то есть это не то, что он укупает, а потом покрывает там чем-то. Он их сам обжигает. То есть, он делает эти кирпичи с нуля. И потом, с помощью какой-то своей техники, значит, он делает здесь такие арт-объекты. Конкретно эта работа посвящена Мерлин Монро. И она писала, что дайте девушке пару правильных туфель, и она покорит тебе весь метр. Амар Гальегас, это мексиканский художник, но живет, как и многие успешные мексиканцы, в Лос-Анджелесе. Вот, очень интересная работа. То есть, тут как бы библийская история про Адама Еву, яблоки Бога и так далее. Ну, все в контексте такого лона-парка, тоже необычная техника. То есть, эта работа, она как бы услойная. То есть, это рисунок тут карандашный по дереву. И, значит, тут, опять же, всякие символы, какие-то чертейки дерутся, там, этот самый смесь с яблоком и так далее. Вот, интересная работа, очень мне нравится. Кевин Стрэнберг, очень известный скульптор, дизайнер, преподаватель университета в Иллинойсе. Делает такие очень необычные вещи. Вот, вроде этой. На меня это производит определенные впечатления. То есть, такая логичная работа и тоже очень странная по технике. Ее было очень тяжело везти. Чтобы увезти эту скульптуру, мне понадобилось отдельное место в багаже. И стоило тоже дорого. А я не жалею. Так, все слышат, что я говорю? Отличная работа, одна из моих любимых. Но это такое, это как бы объект. Вот, очень страшно. Я вообще люблю всякие ужастики, всякие трэш, всякие фильм-муви и прочее, прочее. Вот это вот как раз такая работа. Имеется масса всяких смешных деталей. То есть, улитки с черепами и прочее, прочее. В общем, да. Название в саду преобладающего зла. Вот, очень страшная, очень дорога поэт. Такая черная роза с черепами. То есть, вообще эту работу можно очень долго рассматривать, не находить всякие новые детали. Джон Лэнквор, тоже очень известный художник. Одна из самых дорогих работ, которую я купил. Вот. И он, кстати, и музыкант, любитель тоже. Его тема, это как бы, какая-то темная американская традиция. Картинка называется «Предчувствие рока». Ну, рока не в смысле рок-музыки, а рока в смысле обреченности судьбы. Купил работу по стучию. Вот. В принципе, очень редко его работы продаются. То есть, продаются, в основном, всякие принты, постеры. Вот. Это оригинал. Вот это очень смешная работа. Малоизвестный художник. Купил это я в Герей Линдсе, в Коламбусе, штата Окаио. Но она мне просто очень понравилась. Левин Тайзек зовут художник. Он, вот, а тут же из Коламбуса, то есть, столица штата Окаио. Вот. Ну, работа посвящена, как не трудно догадаться, пластической хирургией. По-моему, очень забавная, опять же, выполнена в такой нестандартной технике. Эту работу я купил в штате Аризона, в городе Туссон. Ничего не знаю про эту художницу. Её зовут Элис Бэйкон. Конечно, было приятно предположить, что это там, скажем, дочь или внучка. Вот. Понятно. У Фрэнсиса Бэйкона, естественно, ни дочерей, ни внучек быть не может. Потому что какая-то родственница Фрэнсиса Бэйкона. Вот. Мне очень понравилась эта работа. Она такая, такая реально жуткая. И меня это радует. Ну вот ещё одна из моих любимых картин. И тоже одна из самых дорогих. Это Брайан Карнингер. Джек и Лоуп. Называется эта картина. Джек и Лоупы, как бы, смесь зайца и антилопы. По-моему, она дико смешная. То есть я смотрю на эту картину, и мне всё время от этого зрелища становится очень весело. Иногда просто непроизвольно начинают смеяться. То есть заяц, пиво-мишелоп, такие рога у него на выросли. И лучи из глаз. Вот это всё сделано из пивных, соответственно, банок. Ну, шикарная работа просто, просто шикарная. Так, тут вот в этом углу две работы одного художника. Его зовут Боб Нагилл. Он из Нэшвилла. Значит, это полу... Значит, картина полу-риспа по дереву. Интересно то, что этот Боб Нагилл не пользуется кисточками. Все краски на своей картины он наносит лезвиями бриппы. То есть всё это написано бриппой. И вторая работа его же. Вот, это тоже работа откуда-то с американского юго-запада, Аризона или Нью-Мексико. Ну, соответственно, тоже мексиканское влияние тут. Ну, такая смешная работа. О художнице ничего не знаю, честно говоря. То есть это не какая-то известная художница, просто местная художница. Вот. Ну, работа смешная, посвящена семейной жизни. Вот, это уже известный художник. Значит, в принципе, его зовут Сом Кэт Спрей или ТСС. Настоящее имя Дэвид Эббинхаус. Это очень известный тамошний, тамошний, это имеется в виду штат Индиана. Это в Индиане я покупал. Очень известный художник граффити. Вот. Ну, есть у него, помимо больших этих самых граффити, такие маленькие работки, вроде вот этой серии «Джазовые черепа». Вот это вот одна из них. Это две работы Алисия Гарсия де Леон. Это мексиканская художница. Она тоже живет в Лос-Анджелесе. Ну, это такая чисто фольклорная история. Вот. Мексиканская какая-то мифология, опять же там, всякие женщины. Эволиции черепа и так далее. Роберто Льюис, вообще говоря, скульптор. Она скульптор, у нее очень прикольные скульптуры. Немного похоже на то, что у нас иногда делает Андрей Бартенев. Вот. Но скульптуру мне было увести тяжело. Потому что скульптуры, они трехмерные. Вот. Я нашел одну ее двухмерную работу. Вот эту. Вот. И ее купил. Такая яркая, интересная. Такая очень женская работа делая. Так. Мы переходим в соседний зал. Кому не надоело? Ну, тут у нас есть. Здесь та вещи, дорогая, не подкручка. Здесь такая есть. У Transformers, обычно. Так. Значит, Дерек Уэлдж, он по-моему, из Портленда, Штат Орегон. Он тоже такой художник. Компьютерный. И, в общем, молодой совсем парень, новые технологии, там, все такое прочее. Такая просто милая, эжиотеративная работа. Вот, это Лиза Мани Пенни. Это Лос-Анджелеская популярная художница. Сейчас, по-моему, переехала в Японию, потому что она дико популярна в Японии. Вот, это принт. Это принт, но из небольшой серии, у нее есть такая серия под названием The Twisted Kids, то есть перекошенные детишки, вот, или там извращенные детишки. И там вот всякие такие имеются девочки и мальчики, которые вроде бы очень миленькие, но с какими-то жутковатыми какими-то деталями. Вот это, значит, называется токодик, то есть слишком разговорчивая. Так, тут две работы, это я купил в Нью-Йорке, вот, просто такая эротичная работа, про автора ничего не знаю. Это я купил в Висконсине, тоже такая ироничная китчевая штучка. Вот, это известный тип, то есть его настоящее имя Шон Уайтман, ник у него Шон Матеус, он известный мультипликатор. То есть он делает всякие, всякие анимации, ну, в том числе и картинки он тоже делает и продает. Вот это вот одна из его работ. Кадли Пик, он из Лос-Анджелеса. Вот, ну и, наконец, значит, всем привет. И, наконец, две фотографии. То есть, в принципе, у меня фотографии больше, но как-то уже не было больше места для экспозиции. Так что две фотографии одного автора, Брайан Уорсо, он из города Урбано, штат Урбано-Шампейн, где имеется известный американский университет. Там, собственно, я и купил эти работы, даже с автором познакомился, был на его персональной выставке. Вот, просто такие вот очень американские фотографии. Там идет все время фильм «Мертвец», если вы обратили внимание, очень мною любимый фильм Джармуша с музыкой Нила Янга. Ну, вот эти работы примерно вот ассоциируются у меня с этим самым «Мертвецом». Все, ребята, экскурсия закончена. Спасибо за внимание. А, нет, все, я устал. Мертвец. Не могу. Спасибо.